Казанский федеральный университет В программе сегодня мы расскажем о следующих темах Нести культуру и язык в массы Когда откроется центр Каюма Насыри в Узбекистане Занимался изучением сибирских народов Но в то же время он изучал тюркские народы по всей России, по всей Евразии Восток – дело тонкое Чьи коллекции пополнили фонды российских музеев Это доступно, это любой может прийти Открыть науку Что предложит акция КФУ «Про наука казанцам» Сейчас используется люминофор на основе редкоземельных металлов Это дорого, не всегда универсально Зеленая химия Какое открытие казанских ученых поможет в разработке новых способов 3D-печати? Образовательно-культурный центр Института Каюма Насыри Появится в Национальном университете Узбекистана Сейчас Казанский федеральный университет занимается подготовкой открытия этого центра Он необходим для популяризации и развития татарского и русского языков и культуры Особенно это актуально в сегодняшних условиях, когда идет отмена российской культуры в мире О сотрудничестве удалось договориться в рамках официального визита Правительственной делегации Татарстана в Республику Узбекистан на прошлой неделе Открытие центра планируется в конце ноября КФУ готов предоставить учебно-методическую литературу Организовать трансляцию видеолекций Проведение онлайн-занятий Оплатить работу методиста Деятельность по созданию центра осуществляется в рамках программы поддержки и развития государственных языков Татарстана Сейчас 12 таких центров успешно работают в разных регионах России и ближнего зарубежья, где проживают татары Например, в Казахстане или Кыргызстане В этих центрах действуют бесплатные языковые курсы Проводятся онлайн-лекции, вебинары, конкурсы и культурно-просветительские мероприятия Сам научно-образовательный центр имени Каюма Насыри 9 лет работает на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ В ответ Казанский университет планирует открыть на своей базе научно-образовательный центр имени Мирзо-Лугбека Цель – популяризация и развитие узбекского языка и культуры Что также немаловажно, если учитывать, какое количество граждан Узбекистана проживают в Татарстане и учатся в КФУ Этот центр будет поддерживать Национальный университет Узбекистана Соответствующий меморандум будет подписан в конце октября, в дни третьего российско-узбекского образовательного форума, который пройдет в Самарканде Напомним, что неделю назад Казанский федеральный университет открыл первый зарубежный филиал Он появился в Узбекистане в городе Джижаке В диржественном открытии приняли участие президент Татарстана Рустам Миниханов и ректор КФУ Ленар Сафин Культурные и образовательные связи России и Востока всегда были важными для развития государств Стабилизации мирового сообщества Политическая картина мира складывалась не только из экономической или социальной составляющих А еще из культурных и исторических связей Большую роль в этом сыграли исследователи, этнографы, филологи Казанского университета С первых дней создания университета уделялось внимание изучению истории и культуры народов Востока Была образована кафедра восточных языков Именно Казанский университет стал первым, где открылись курсы монгольского, калмыцкого, турецкого, китайского, арабского, персидского, армянского языков Университет на какое-то время стал центром отечественного и мирового востоковедения Сложился великолепный костяк ученых, которые сделали огромную работу по исследованию Востока, тюркских языков Среди них Лобачевский, Казембек, Водуэн-де-Кртуне и другие ученые Наряду с ними стоит имя Николая Катанова, профессора Казанского университета, выдающегося этнолога и востоковеда Его экспедиции на восток принесли известность и признание, а собранные коллекции пополнили фонды многих музеев Будучи хакасом по национальности, он внес огромный вклад в изучение народов Южной Сибири В Казани он проработал почти 30 лет, половину своей жизни В этом году отмечают 160-летие со дня рождения Катанова В честь о нем и его коллекции в Национальном музее Татарстана открылась выставка Эльвина Минобуддинова о том, как ученый связал Европу и Восток Этнограф, фольклорист, тюрколог, профессор Императорского Казанского университета и Казанской духовной академии Доктор сравнительного языка знания, действительный статский советник и активный общественный деятель Множество должностей и все они об одном человеке Николай Федорович Катанов Трудолюбивый и вечно стремящийся к знаниям Таким Катанов был еще гимназистом Не пропускал занятий, не допускал опоздания или нарушения дисциплины Таким он был и студентом в Петербургском университете Парах Зылоглу Так звали Николая Катанова на родном хакасском языке Он был родом из села Аскиз Енисейской губернии Здесь окончил сельское училище, а после и Красноярскую гимназию Уроженец Хакаси уже тогда испытывал тягу к изучению культуры разных народов Николай Федорович был большим ученым, музейщиком, исследователем И к нам в этнографический музей поступила его коллекция Собранная во время экспедиции в 1899 году Эта коллекция относится к его родным местам Это Хакасия, Южная Сибирь И она посвящена одной из хакасских групп каченцев Откуда, кстати, была из этого рода и мать Николая Федоровича Катанова Мечты большого исследователя начали притворяться в жизнь После окончания Петербургского университета Факультета Востоковедения Катанов отправился в путешествие в Сибирь Здесь ему удалось собрать большой полевой материал Более тысячи песен, 160 загадок, 15 сказок и 35 мифов Наследие Катанова по сей день бережно хранится В музеях Казанского университета и Национального музея республики Представлены различные этнографические предметы В частности, бубен шамана и кесет Который он привез также из одной из своих сибирских экспедиций Катанову очень любили, кстати, местные народы сибирские Потому что он сам был хакасом по происхождению И он зачастую во время экспедиции представлялся не как ученый А как просто волосной писарь или уездный писарь И, собственно, местные народы принимали его за своего И открыто говорили о своей деятельности, о своей жизни И приглашали его для участия в различных языческих обрятах и жертвоприношениях Подлинные вещи, предметы, его труды и полевые дневники В музее хранится целая экспозиция жизни Николая Катанова Здесь представлены различные труды Николая Федоровича В частности, один из его главных трудов – это опыт исследования уренхайского языка Уренхайский язык – это тувинский язык Мы сейчас называем его тувинский, а раньше называли уренхайский Катанов знал огромное количество диалектов этого языка И в целом был одним из первых исследователей по данному направлению Сегодня благодаря трудам Николая Катанова Можно воссоздать полную картину жизни, культуре и быте различных народов Ученый собрал обширные сведения о жителях Сибири, Востока, Северного Китая, Монголии и Среднего Поволжья Большой плюс Николая Федоровича как исследователя был в том, что он тщательно документировал То есть он такой был въедливый, с хорошей точки зрения человек Когда тщательно вел дневниковые записи во время своих экспедиций Поэтому мы детально, можно сказать, точно сюда одного дня Можем создать тот маршрут, по которому он следовал Причем он не единожды был у себя на родине, в Южной Сибири, в Минусинской котловине И каждая из этих поездок была именно сдокументирована Среди экспонатов кесеты, рукавицы, курительные трубки Исследователь записывал все, цену и откуда привезен предмет Николай Федорович занимался изучением шаманизма среди народов Южной Сибири Среди хакасов не случайно Поэтому подлинной жемчужиной нашей коллекции является женский хакасский шаманский костюм и бубен В шаманизме бубен – проводник в мир духов и богов С помощью него шаман мог путешествовать между мирами На бубне осталась этикетка Почерком Катанова написано – бубен был куплен за 7 рублей Особое внимание Николай Катанов уделял изучению религий разных народов После большого путешествия Катанов так и не получил обещанного места в Петербургском университете По совету своего научного наставника Василия Радлова он переезжает в Казань В Казани исследователь начинает активную научную и общественную деятельность Здесь Катанов прожил до конца своих дней 28 лет он преподавал языки, этнографию и историю тюркских народов в Казанском, тогда еще императорском университете Николай Федорович Катанов занимался изучением сибирских народов Но в то же время он изучал тюркские народы по всей России, по всей Евразии Одним из них, конечно, были татары И Николай Федорович Катанов очень долгое время работал в Казани В принципе, он и прославился в этом городе И, соответственно, всю такую зрелую свою жизнь он прожил именно здесь Поэтому изучение татар было отдельной большой темой в творчестве Катанова Он был коллекционером и собирал многие предметы, связанные с татарской культурой Одним из них были шамаили По идее, шамаиль – это печатное, ну, либо такое живописное изображение То есть любая графика, которая призвана прежде всего украшать дом Чаще всего на шамаилях изображали каллиграфию, растительные орнаменты и архитектурные объекты Как, например, на этом шамаиле Здесь изображена запретная мечеть или по-арабски мечеть Аль-Харам А рядом с ней мечеть пророка Анна Вабе В Национальном музее республики представлено более 250 экспонатов исследователя Все они привезены им в конце 19 века после путешествия в Сибирь Тогда Катанов являлся профессором Казанского императорского университета И директором историко-этнографического отдела Национального музея Изучал многие народы, такие как буряты, якуты, сарты, киргизы, монголы, китайцы и прочие И после того, как он приехал в наш город, он постепенно начал собирать различные предметы Которые как раз-таки представлены сегодня на нашей выставке Это и бурятские коллекции у нас здесь находятся, и якутские Далее у нас уже коллекции, которые рассказывают о буддизме И в том числе уже коллекции, посвященные народам Поволжья Это и марийцы, и чуваши, и непосредственно мы, татары В музее хранится то, чем жил исследователь, его многолетний труд Здесь представлены копии дневников, которые Николай Федорович писал во время своих путешествий Копии нам предоставил Государственный архив Республики Татарстан Поэтому мы можем показать общественности то, что многие просто не видели Конечно, многие слышали, что Николай Федорович в путешествии писал в дневнике Ну, слышать одно, а мы не видели Поэтому сегодня на нашей выставке можно их непосредственно увидеть, посмотреть на них И даже прочитать то, что там написано И, конечно, ряды экспонатов Собранные катановым, чувашский костюм, украшения Якутский бесконечный календарь Он был в каждой семье якутов А вот большие буддийские иконы, тханги Соорудили в музее даже отдельный буддийский алтарь Колокольчик, лотос на подставке Почти по всем канонам Одним из самых уникальных экспонатов музея является грамота хамийского тина Его размер составляет 90 сантиметров в длину Она давала возможность беспрепятственного въезда на запад Китая По одним из воспоминаний, именно эта грамота висела в его кабинете Николай Федорович, когда писал отчеты в русско-географическом обществе Называл его пекинская бумага Она указывает на то, что он мог беспрепятственно посетить западные территории Китая Непосредственно город Хами, где он и изучал вот эти вот наречия Катанов говорил на языке тех народов, о которых писал свои исследования Отправлялся в путешествия Просветитель и мыслитель Николай Катанов Остается одним из основоположников этнографии тюркских народов Имя его и этнографическое наследие звучат в летописях Скрупулезность, трудолюбие и высокий уровень исследовательской деятельности Заставляет нас и сегодня помнить имя выдающегося ученого Профессора Казанского университета Эльвина Минабудинова, Никита Акиншин, КФУ, итоги недели Прикоснуться к науке смогут все желающие казанцы От мала до велика В Казанском федеральном университете состоится юбилейная 15-я серия Научно-популярного проекта «Про наука» в КФУ На этот раз проект называется «Ночь интеграции» И будет посвящена многим темам Чем удивит «Про наука» Об этом мы поговорим с начальником отдела имиджевых мероприятий Департамента по информационной политике КФУ Дианой Альмухаметовой Здравствуйте, Диана Здравствуйте, Слават 28 октября в КФУ пройдет 15-я юбилейная серия проекта «Про наука» Расскажите, чему она будет посвящена на этот раз Следующая «Про наука» у нас особенно юбилейная, как вы сказали Мы решили посвятить ее научной конвергенции Может показаться, что это очень сложное слово И непонятно вообще, что имеется в виду На самом деле все довольно просто Это взаимодействие между науками, дисциплинами, технологиями, сферами человеческой жизни Для достижения чего-то принципиально нового И мы решили посвятить наш лекторий, как раз обсудив такие вопросы Как одна наука и что одна наука перенимала у другой Например, будут такие лекции, как IT-технология Подчерпнула какую-то информацию из биологии Как нанотехнологии влияют на нашу современную жизнь Туризм и космос, возможно ли связь это в будущем Вот такой интеграции посвящена наша Следующая «Про наука» А как вообще будет проходить мероприятие, из чего оно будет состоять? Классически с пяти до девяти вечера Четырехчасовое мероприятие У нас будет отдельная зона лектория Три аудитории будут работать одновременно А также интерактивы Будут приглашены три спикера Денис Прудник, Юрий Синодов, а также Дидар Аразов Они будут рассказывать о космосе О медиа и искусствах, технологиях А также о журналистике Немного тоже затронем эту тему В интерактивной зоне будут у нас партнеры Придутся своими технологиями А также наши институты покажут свои технологии Самые современные, то есть, допустим, у нас будет беспилотный трактор выстрелен Будет презентация Я слышал, что еще полеты дронов также ожидаются во время интерактива Да, полеты дронов То есть гости могут сами поуправлять дронами А также запрограммировать роботов Интересно А на кого все-таки ориентирован больше проект, про наука На детей или на взрослых? Каждое мероприятие мы стараемся сделать под все возрастные категории Основная возрастная категория у нас 6+, То есть, если гости у нас попадают в эту категорию Мы всех ждем Мы ждем школьников, студентов, родителей, преподавателей Бабушек, дедушек, тет и дядь То есть, абсолютно каждому будем рады Приходите обязательно наши гости Мы стараемся сделать так, чтобы каждая интерактивная зона Каждая лекция была интересна для наших гостей То есть, каждый может найти что-то интересное для себя на этом мероприятии А как вообще попасть? Это нужно платно, бесплатно? Это нужно где-то зарегистрироваться? Или пускают всех желающих? Расскажите У нас мероприятие, конечно же, бесплатное Пускаем абсолютно всех Но очень просим, чтобы наши гости регистрировались Чтобы мы понимали, какое количество участников у нас будет На сайте night.kpfu.ru Или через официальную группу ВКонтакте КФУ Тоже можно найти У нас закрепленный пост стоит А также розыгрыш сейчас проходит с нашими партнерами Розыгрыш авиабилетов А победителя мы уже выберем на самом мероприятии То есть, приглашаем всех, чтобы принять участие Присоединиться к пронауке И насладиться наукой вместе с нами Ну, кстати, насладиться наукой вместе с нами Да, это такой неформальный вечер Тусовка-вечеринка научная Правильно понимаю? Это доступно Это любой может прийти И найти для себя что-то новое узнать То есть, мы стараемся делать максимально широкую аудиторию Ну и, наверное, школьники могут познакомиться С Казанской Федеральными Университетами Будет приемная комиссия Можно будет познакомиться с институтами Абитуриенты смогут узнать больше Пообщаться с представителем приемной комиссии Очень всех ждем То есть, такой большой Масштабный проект День открытых дверей, да, можно сказать? Большое спасибо вам за интересную беседу Обязательно придем Да, приходите И то, что наука в КФУ в приоритете Доказал очередной раз рейтинг агентства Times Higher Education Это рейтинг лучших университетов мира В этом году Казанский Федеральный Университет улучшил свои позиции Среди российских вузов, заняв 13 место и поднявшись на 2 ступени вверх Методика рейтинга предполагает оценку вуза по 13 показателям Они объединены в 5 групп Это образование, научно-исследовательская работа, цитируемость, а также уровень интернационализации и привлечение средств от промышленности Сильной стороной Казанского университета остается высокий уровень интернационализации В этом году наибольший балл достигнут КФУ по показателю доля иностранных студентов Он составил 93,7 балла из 100 Количество участников рейтинга ежегодно растет Так, российских вузов в рейтинге стало на 16 больше И очередное доказательство успешной работы казанских ученых Сотрудникам КФУ удалось создать зеленый метод производства пировскитов для 3D-печати Статья об этом открытии вышла в научном журнале «Аддитивные технологии» Название и метод для непосвященного человека звучат, конечно, сложно Но именно такие открытия облегчают жизнь в быту и на производстве, а также сохраняют экологию Так, благодаря сотрудникам лаборатории «Перспективные углеродные наноматериалы» В скором времени можно будет получить такой композит, который обладает высокой термо- и влагостойкостью И может быть использован для 3D-печати с принципами зеленой химии Этот метод прост, не имеет отходов и неограниченно масштабируется При этом метод не несет существенных затрат Разработка будет интересна в производстве светодиодов и широкоформатных люминесцентных экранов Где еще может пригодиться разработка, расскажет наша съемочная группа Сначала настраиваем величины, потом нажимаем на зеленую кнопку и пуск Так начинает работать машина для формирования пластичных материалов Пировокситы вызывают огромный интерес научного сообщества Из-за их высокого квантового выхода по фотоэллюминистенции Быстро развивающаяся область технологий аддитивного производства Находится в постоянном поиске новых функциональных материалов Аддитивное производство – это технология послойного наращивания объекта Изделие формируется поэтапно путем добавления материалов на основу Для этого используют наноматериалы, в том числе первокситы Так, когда-то называли довольно редкий минерал, обнаруженный в Уральских горах более 180 лет назад Поэтому его называют еще русским минералом Этот минерал состоит из оксида титана кальция Сейчас первокситом называют любой минерал с кристаллической структурой Как одно из наиболее распространенных структурных семейств Первокситы встречаются в огромном количестве соединений Которые имеют широкий спектр свойств применений и важности Но использование первокситов в некоторых технологиях затруднено Из-за их неустойчивости в обычных условиях Влажность воздуха их разрушает Это приводит к потере люминистентных свойств То есть нетеплового свечения Над этой проблемой работает Александр Солодов Инженер-проектировщик лаборатории физико-химических исследований Это новый материал, пероскитные квантовые точки На сегодняшний день они широко используются И в будущем, может быть, они заметят многое Допустим, очень, наверное, известны солнечные элементы На основе пероскитов, которые имеют очень высокий КПД Еще возможно применение различных оптотехники К примеру, создание светодиодов, люминесцентных экранов и так далее Как раз таки один из таких подходов требует инкапсуляции их в полимерную матрицу Так вот, такие материалы зачастую получают путем синтеза этих наноматериалов Потом ввод в полимерную матрицу с использованием большого количества растворителей То есть подход к синтезу очень долгий, тяжелый И в итоге получается большое количество отходов в качестве растворителей Которые некуда девать Ноу-хау ученого КФУ заключаются в новом методе изготовления композита полипропилена Ее получают в одну стадию путем расплавления двух реагентов в специальной машине-экструдере После чего пербоксид синтезируют с полипропиленом При этом квантовые точки пербоксида формируются на месте И равномерно распределяются в полимерной матрице Готовый материал становится стабильным в условиях окружающей среды Наш подход заключается в том, что мы все эти стадии объединили в одну И у нас нет как раз таки отходов производства в виде растворителей Поэтому наш синтез называется зеленым Преимущество в том, что мы в одну стадию можем получить уже готовый композит в виде гранул Либо в виде нити, который уже будет пригоден для переработки Сейчас светодиоды работают на люминифорах, которые содержат дорогие редкоземляные металлы Люминифоры – это вещества, преобразующие поглощенные ими энергию в световое излучение Разработка казанских ученых интересна производителям светодиодов и широкоформатных люминистентных экранах Ведь химики КФУ предлагают более дешевый и эффективный материал Пербоксиды актуальны и для выработки электрической энергии В лабораторных образцах наибольший коэффициент фотоэлектрического преобразования достигнут с использованием именно пербоксидов Также благодаря новому материалу в Казанском университете изготавливают маленькие сувениры Для победителей конкурсов, елочные игрушки и подставки для телефона Вот сейчас используется люминифор на основе редкоземельных металлов Это дорого, не всегда универсально И причем мы живем в области, где солнца не так много Поэтому мы находимся в среде искусственного освещения Так получается, что там есть провал зеленой области, и поэтому это очень сильно влияет на зрение, на национальную составляющую Наиболее лучшая спектральная характеристика – это ближе к солнечному свету Это как раз таки комбинируя То есть так как мы можем получить цвет свечения от красного до синего Мы можем подобрать и сделать так, чтобы у нас был спектр максимально ближе к солнечному свету Соответственно, это первое применение таких композитов – это изготовление светодиодов Второе – это изготовление ЖК-дисплеев Та же самая проблема, потому что дисплеи подсвечиваются именно такими же светодиодами Естественно, у них есть провал И как раз таки вот такая пленка люминесцентная, она расширяет цветопередачу этого экрана Что улучшает качество изображения И третье использование – это сцентляционные экраны Это как раз таки способность переводить излучение, допустим, рентгеновское, видимо Это опять-таки та же флюорография, где мы стоим Эти материалы могут перевести это невидимое излучение, видимость Мы видим эту картинку, что у нас там происходит внутри Вот это область применения этих материалов Исследование выполнено группой ученых Химического института имени Бутлерова В лаборатории перспективные углеродные наноматериалы Но основную роль в проекции руководитель лаборатории Айрат Демиев отводит именно Александру Солодову Сейчас он инженер-проектировщик другой лаборатории – физико-химических исследований Сама работа велась на средства, выделенные Казанским университетом на развитие проекта Материалы для зеленой энергетики и жизнеобеспечения А синтез первоксидов и характеристика выполнены при поддержке Российского научного фонда Адалина Абдрахманова, Хафиз Гараев, Эльвира Замалединова КФУ – итоги недели Как студентам отдохнуть у моря и поработать об этом во второй части программы КФУ и Университет Анкары подписали соглашение о сотрудничестве В каком направлении будут развиваться отношения между вузами Общее впечатление о нем было – немного смешной, чудаковатый друг Пушкина Забытый поэт, участник восстания Почему имя Кюхельбекера связывают с Шекспиром? Вспомнить все, чему учили по географии, а также узнать новые места для путешествий Это можно осуществить на географическом диктанте, который пройдет 30 октября по всей России и в некоторых зарубежных странах Одна из площадок откроется и в КФУ Она будет организована в Институте управления экономики и финансов Вход здесь будет свободным, не требуется и предварительная регистрация Международная просветительская акция проводится на русском и английском языках Время на выполнение заданий участникам не более 45 минут Организатор – Русское географическое общество Диктант направлен на популяризацию географических знаний и повышение интереса географии России О том, какие еще события из жизни университета и республики произошли на этой неделе, смотрите в нашем дайджесте На этой неделе с посланием Государственного Совета Татарстана обратился Рустам Миниханов В ходе выступления президент республики отметил опыт КФУ по созданию передовой инженерной школы Он подчеркнул, что обороноспособность России во многом зависит от обеспечения технологического суверенитета В этой связи крайне важно усилить взаимодействие научных организаций и вузов с реальным сектором экономики КФУ и Университет Анкары подписали соглашение о сотрудничестве Документ подразумевает развитие партнерства и укрепление связей в области образования Подписи под документом поставили ректор КФУ Ленар Сафин и ректор Университета Анкары Неджет Унювар Дополнительный протокол подразумевает развитие сотрудничества и укрепление связей между вузами А также определяет условия использования образовательной платформы Studerus Разработанной в КФУ для изучения русского языка как иностранного В Казанском университете прошла всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая дидактика. От инсайтов до реальных технологий» Ее целью стало повышение цифровой компетенции будущих и действующих педагогических работников Республики Татарстан и России «Конференция, по-моему, замечательное дело, потому что я помню в свое время У нас в Республике Татарстан была одна из лидеров цифровизации Вот вспомнили 1985 год, это год, когда я родился И в этом году, действительно, и до этого, кстати, производились первые поставки компьютеров В школы Тарасча Советского Союза» Генконсул Узбекистана в Казани встретился со студентами КФУ Он рассказал о том, какую поддержку оказывают генконсульство гражданам Узбекистана А также выразил благодарность руководству Казанского университета За помощь узбекским студентам во время пандемии У нас очень хорошие, теплые отношения с университетом Сейчас мы проводим встречи с нашими студентами И первокурсниками, и теми, которые заканчивают И цель нашей встречи заключается в том, что Информировать наших граждан о происходящих изменениях В широкомасштабных реформах Республики Узбекистан Сервисные отряды Казанского федерального университета завершили свою работу «Целено» Это направление в штабе студенческих отрядов КФУ появилось относительно недавно Первый профильный отряд образован 4 года назад Сегодня в студенческих сервисных отрядах состоят 40 студентов Казанского университета С одной из них студенткой третьего курса Института международных отношений Мастером отряда Аврора Гульна Зиноровой мы и побеседуем Здравствуйте Здравствуйте Где в этом году работал ваш отряд? В этом году студенческий сервисный отряд Аврора работал в отеле «Приморье» Grand Resort Hotel в Краснодарском крае в городе Геленджик А кто входил в ваш отряд? Как шел набор в него? В нашем отряде состоят ребята из разных институтов Казанского федерального университета А набор шел в течение всего учебного года Ребята могли подать заявку для вступления в отряд в социальных сетях А в чем заключается работа сервисных отрядов? Как я понимаю, это широкий спектр работ Наши ребята в этом году работали на разных должностях в отеле В основном были официанты и горничные, но наши ребята также работали и озеленителями, стюардами и работниками пассейна А как шла подготовка к летнему сезону? Где и чему учились ребята для того, чтобы знать азы работы? На самом деле профильное обучение для сервисных отрядов не требуется Мы уже на месте работы, как приедем, проходим стажировку и обучение Комсостав отряда Ну то есть, я перебью, да? У бассейна не нужно там месяц учиться, как-то контролировать процесс, чистить? Конечно, нет Ладно А какой был график работы? Сколько месяцев дней работали? Целина у сервисных отрядов проходит 45 дней, то есть полтора месяца А график работы зависел от должности В основном ребята работали 2 на 2, это с 8 утра до 8 вечера, а также 5 на 2 с 7 утра до 4 вечера А какова средняя зарплата по вашему направлению? Средняя зарплата по направлению сервисников составляет около 25 тысяч рублей в месяц А по каким критериям шел отбор студентов в сервисный отряд? Мы отбирали целеустремленных и амбициозных ребят, которые могли бы реализовать себя Которые были вовлечены в работу отряда не только в учебный период, но и летом А как вы сами попали в отряд? Чем вам понравилась эта работа? На первом курсе вступление в отряд мне предложила моя одноклассница И эта идея мне понравилась возможностью поехать на море с друзьями, поработать и набраться опыта Спустя год я уже стала мастером и теперь помогаю ребятам окунуться в студенчество вместе с отрядами Получить первый опыт работы и завести прекрасных друзей Помимо работы наверняка было время и для отдыха Получилось ли посетить, может быть, какие-то достопримечательности или съездить на экскурсии? Конечно, наш график работы позволял нам не только заработать деньги, но и отдыхать Мы с ребятами смогли съездить в ближайшие города и поселки К примеру, мы были в Кабардинке, в Новороссийске, в ближайших пляжах и посмотрели на водопады А были ли вместе с вами представители студенческих отрядов других вузов? Нет, мы были единственными представителями студенческих отрядов в нашем отеле Ну, а с отеля еще так звучит пафосный резорт, что-то там, то есть прям высший класс, я правильно понимаю? Да, это большой пятизвездочный отель с несколькими корпусами, с несколькими ресторанами Круто! А какие ритуалы, песни, речевки есть у вашего отряда? У нашего отряда есть один ритуал, который называется «Прощание с целиной» Изначально мы составляем тотем, символ целины, который составляется из разных вещей ребят, которые у них ассоциируются с нашей целиной А потом мы его оставляем на месте работы, как бы прощаясь с целиной Ну и в завершение, с чем будет связана ваша будущая профессия? Я учусь на международном туризме, так что сервис — это неотъемлемая часть моей будущей профессии И я буду работать в ресторанах, в отелях, в туристических компаниях, а также смогу стать экскурсоводом Ну, может быть, вернётесь еще в этот же отель? Да, возможно Спасибо большое, вам удачи! Спасибо! Половине россиян видеоигры помогают справиться стрессом Об этом стало известно из опроса игровой площадки ВК-плей Были опрошены более 1 тысячи респондентов Оказалось, что видеоигры положительно влияют на настроение 55% россиян и помогают им справиться со стрессом Для 37% видеоигры — это шанс окунуться в другую реальность и отвлечься от проблем Четверть находят удовольствие в соревнованиях с другими игроками 16% опрошенных благодаря играм развивают воображение Каждый десятый находит новых друзей Среди популярных игр — стратеги, пазлы, симуляторы Также респонденты отметили, что видеоигры способствуют развитию лидерских качеств Развиваются навыки критического мышления, улучшается координация, а также коммуникативные навыки Надеемся, что все эти навыки позволяют и правильно оценивать социально-политическую картину реальной жизни А вот какие события на этой неделе стали наиболее обсуждаемыми Мы узнаем из авторской рубрики моего соведущего Леонида Толчинского И снова с вами «Смотрите сами» В череде новостей недели обратило на себя внимание заявление президента республики Относительно ситуации на нашем медиаполе и в гос. СМИ в первую очередь На моей памяти впервые столь высокое должностное лицо Так прямо обозначает проблемы и задачи в средствах массовой информации Вплоть до задачи реформирования государственных СМИ Прежде всего надо отметить, что информационное пространство глобально Оно единое и поэтому автономное на уровне региона формирование смыслов Их тиражирование, реформирование СМИ, пусть даже только государственных Крайне затруднительно Но это не значит, что ничего делать не нужно Можно и даже есть шанс стать в чем-то примером Президент очень правильно и своевременно обозначил этот вопрос Давайте по порядку об общей картине Идет четыре войны Горячая, кибер, экономическая и информационная Причем информационная началась намного раньше Она давно уже оставила свои закладки Свои ДРГ, диверсионно-разведывательные группы на территории страны Если мыслить в образах мобилизационной реальности То надо говорить и о необходимости мобилизации на информационном поле Ибо война Это не тихое отсиживание в тылу и следование повестки, навязанной извне Что наши медиа сейчас успешно делают Во всяком случае, СМИ именно этим грешат Не мы запускаем информационные герани по целям В нашем случае по целевым аудиториям Медиа сейчас в стране работают скорее как украинские ПВО Пытаясь отбиться от очередного информационного налета Иногда успешно, но чаще мимо Это серьезная проблема Из которой вытекает задача реформирования Давайте рассуждать дальше У нас сейчас 300 тысяч простых парней отправились в рамках частичной мобилизации на передовую В этой ситуации пора бы говорить и о мобилизации информационной Журналисты не должны отсиживаться в окопах Или прикрываться исключительно достижениями военных корреспондентов А происходит картина печальная Когда иные журналисты с волнением сидят и ждут очередную пятницу Когда публикуются списки очередных медиаперсон Включенных в список иноагентов Почему с волнением у многих за спиной не очень симпатичное прошлое И странное настоящее А когда реестр публикуется, то об этом живо и пишут Расширяя и без того негативную повестку Кого и от чего Во имя чего и с какой целью сегодня обороняют средства массовой информации Куда нацелены для атаки У СМИ в этом контексте должен появиться сегодня свой Херсон Который надо оборонять всеми доступными инструментами медиа Но как? Если готовности к этой обороне не очень много А про атаки я даже не говорю Почему так? Во-первых, если уж война, то нужен штаб Способный и призванный генерить смыслы Заниматься мониторингом, координацией Оперативным реагированием Определением в каждом конкретном случае Критически важных целей Целевых аудиторий Отслеживать эффективность Побуждение к действию Как конечный результат Кто сегодня может ответить на вопрос Какой из информационных потоков И почему побуждает те или иные группы людей К определенным действиям А ведь именно из этой комплексной а-ля штабной работы И могут произрастать смыслы В этом контексте необходимо как раз Чтобы у средств массовой информации У медиапространства появился свой Патриотически настроенный Решительный генерал Суровикин Конечно, вопросы, что понимать Под смыслами, под координацией Под оптимизацией самих смыслов Затрат, структуры Под новыми подходами в кадр и политики Должны стать предметом отдельных Серьезных дискуссий Чем и займется, видимо, в нашем случае Правительство Республики Которому дал соответствующее поручение Президент Серьезно надо посмотреть и на КПИ, по которым Работают в том числе и государственные СМИ Сегодня эти самые КПИ сводятся к трафику Но какие могут быть смыслы в таком случае Если трафик, то смыслы формируют алгоритмы и кликбейт Надо как-то ломая себя Уходить на качественные оценки эффективности работы По крайней мере в системе госмедиа На то самое доверие Побуждение к действию Попадание в целевую аудиторию Нахождение своего уникального места В большом мире Где огромную роль играют Социальные сети и мессенджеры Последнее, к слову, весьма важно Средства массовой информации Сейчас все больше играют Социальным медиапространством в догонялки Или в лучшем случае Рассматривают их как дополнительную площадку Для расшаривания своего базового контента Необходимо, наконец, найти свою уникальную нишу Свою повестку Адекватно отражающую потребности общества Определиться с учредителями Какой объем патоки допустим Какие темы, возможно, в ущерб трафику Стоит минимизировать Или ввести в чисто информационное звучание А какие темы и направления удара В соответствии со смыслами Должны выходить во главу повестки Сейчас же зачастую обнаруживаются две повестки Та, которая существует в государственных СМИ И та, которая реально волнует общество Они зачастую не совпадают А в условиях войны это становится уже опасным Они, повестки, должны адекватно Друг другу соответствовать ГосСМИ разучились генерировать Проблемные конструктивные повестки О позитивных даже и речи нет, увы Умерли журналистские расследования Портретные интервью, аналитика И многое в этом роде Зато хорошо пишутся отчеты ГосСМИ должны перестать, наконец, работать как ПВО И активно включиться В оперативное транслирование смыслов Своим целевым аудиториям Вернуться к своим уникальным функциям и миссиям Которые никто, кроме них На информационном поле не хочет, не может Или по природе своей не будет выполнять К слову, если мы взглянем на работу западной медиамашины То там структурированные средства массовой информации Являются заводилами в формировании повестки И именно они определяют тренды Для всех составляющих медиаполя И в этом смысле тоже четко поставленные задачи Первым лицом республики По нашим ГосСМИ Более чем актуальны Такие дела Всего вам доброго Мой брат родной по музе По судьбам Друг мой Кюхля Так ласково и по-доброму называл своего однокашника Александр Пушкин В этом году без особых торжеств Отметили 225-летие со дня рождения русского поэта Общественного деятеля Вильгельма Кюхельбекера Того, кто из застенчивого, ранимого лицеиста Превратился в одного из бунтарей-декабристов Он прошел через каторжные работы Жил в Сибири Открывал для жителя бесплатные школы Работал преподавателем Однако для большинства современных людей Он так и остался другом Пушкина Хотя литературное наследие Кюхельбекера недооценено Считал литературовед Юрий Тынянов Который написал роман Кюхле Повесть о декабристе В архиве обширное собрание стихов, прозы, пьес, статей, переводов и дневник Особое место занимает работа Кюхельбекера Шекспировы «Духи» Вильгельм Карлович был первым в XIX веке Кто начал изучать Шекспира так подробно Что даже выучил английский язык Амир Ахтямов прикоснулся к работе литературного гения Александр Пушкин и его лицейский товарищ Вильгельм Кюхельбекер Были закадычными друзьями И Пушкин часто шутил над ним О Кюхельбекере мы знаем как об одном из декабристов Общее впечатление о нем было Немного смешной, чудаковатый друг Пушкина Именно его произведение мы сегодня и рассмотрим В его наследии очень много начатого, незавершенного, неопубликованного Шекспировы «Духи» вряд ли на слуху у широкой массовой аудитории Казалось бы, и сам автор не придавал ему серьезного значения В предисловии он пишет Вся эта драматическая шутка набросана слегка для домашнего только театра Она и в самом деле была поставлена в домашнем театре сестры поэта Юстины Глинке И других членов семейства Глинке В отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки Николая Лобачевского Казанского университета Нам предоставили сочинение Вильгельма Кюхельбекера Под названием «Шекспировы духи. Драматическая шутка в двух действиях» Данный экземпляр был выпущен в Санкт-Петербурге В типографии Греча в 1825 году В оригинале «Шекспировы духи» читали единицы Разве что Александр Грибоедов знал почти наизусть Шекспира Он-то и убедил Кюхельбекера во время знакомства в Грузии Внимательно прочесть творения великого английского поэта и драматурга Неслучайно «Шекспировы духи» посвящены именно автору «Горе от ума» Поначалу Кюхельбекер изучает Шекспира в немецких переводах Английский он выучил уже в первый год заключения в тюрьме Шекспир представлялась ему, согласно немецкой романтической интерпретации Воплощением истинной романтики Такое представление воплотилось в его драматической шутке «Шекспировы духи», написанной в 1824, изданной в 1825 году Кюхельбекера привлекает главным образом шекспировская фантастика и мифология В предисловии он также ссылается на описание фантастических существ Все переводы не опубликованы и хранятся в рукописном отделе Российской государственной библиотеки Чем дальше, тем больше поэт чувствовал свое родство с Шекспиром В первой половине 19 века никто не сделал больше для переводов Шекспира, чем Кюхельбекер Когда-то вызвавший Пушкина на дуэль и послуживший прообразом для Ленского и Чацкого А все началось с этого наброска для домашнего театра Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, КФУ, итоги недели Новые тропы открывает лишь тот, кто готов заблудиться Говорил французский биолог и писатель Жан Растан Пусть и в вашей жизни будет место для открытий научных, географических или литературных предпочтений Встретимся через неделю, всего доброго Редактор субтитров А.Семкин